Добрый вечер, это студия Рухапа и мы следим дальше за Южной Америкой. В общем-то, заключительные матчи Южной Америки 2-го дивизиона, да и в общем-то и первого. Уже 100% будут переигровки. Сегодня мы посмотрим матчи команд, которые будут бороться за выживание. Команды, которые сегодня победят, сохраняют свои позиции во 2-м дивизионе. А вот команды, которые проиграют и в этом матче, и в следующем, будут уже точно на переигровках за шанс сохранить 6-ю позицию, и остаться во 2-м дивизионе. Меня зовут Лек, сегодня я буду один, и сегодня мы посмотрим 2 матча формата БУ-3. Начинаем с игры Омега Гейминг и Джи Прай, дальше в 22.00 Рейвенс и Трим. Вот, я коротко рассказал про ситуацию в таблице, давайте теперь подробно конкретно про наш матч поговорим. Команда Омега идет на 3-й дефис 6-й строчке, 3-3 у нее счет, 8-8 по картам идут. Это, в общем, наверное, информация для тех, кто любит компанию Винлайн, любит там делать ставки, потому что команда Омега традиционно, как мы видим, играет со счетом в 1.00, либо делает это очень часто. Так что в этом матче тоже можно это ожидать, тем более, если мы посмотрим коэффициенты от компании Винлайн, то на Омега 1.72, на Горелла Спрайт 2.05 на матч. То есть, получается, коэффициенты плюс-минус одинаковые. Фаворитов в этом матче явного нет, там, небольшой перевес в сторону Омега я бы не учитывал. Я думаю, надо смотреть на драфты прежде всего, и будет понятно, что к чему. Ну и команда Горелла Спрайт также идут на 3-м дефис 6-м месте, по картам у них 7-7. Вот так вот. То есть, настолько все ровно. У нас и Дриммерс 8-8, и Нопинг, и Спортс 8-8. С ума сойти, какая же битва будет за выживание? Команда SG, Спортс и Вулт Тим уже точно проходят в 1-й дивизион. Никто их обогнать не сможет. Ну, давайте мы, наверное, к драфту перейдем. Так как трансляция идет без задержки, время от времени я буду заходить в чат. Так что пишите. Буду, может быть, какие-то приколы у вас забирать, или какие-то обсуждения по игре. Я ведь один. Вот будет с кем пообсуждать. Может быть, драфт, а может быть, какие-то игровые моменты. Keeper of the Light, Storm, Death, Profit и Tusk от Gorilla Sprite. Омега Гейминг забирает Еса, Пака, Грима и ЦК. Ну, слушайте, вот что мы смотрим D2CL от Финлайна, что мы заходим на Южную Америку. Конечно, драфты почти одни и те же. Я вот как-то заметил, что у нас смешались все регионы. Помню, когда-то давно, года три, четыре, даже, наверное, боже, лет пять, шесть. Вот это я прям временной отрезок взял большой. Но где-то лет шесть назад было такое, что в Северной Америке одно. Тогда это была просто Америка, не было у нас двух раздельных регионов. Китай другое. В регионе Европа третья. А тут, конечно, заходишь и, честно говоря, на D2CL мы такие же драфты можем увидеть. Ну, а если уже без софистики, то Keeper of the Light плюс Шторм, это, конечно, супер комбинация. Наверное, Шторм плюс Ио повкуснее, но все равно у тебя есть возможность постоянно подзаливать ману. Если Keeper of the Light не получается убить быстро в драке, то дело в шляпе. А Keeper of the Light традиционно даже на позиции пять героев богатый, там, с глиммерочками, с форстафами. И он там пару раз чакру уж точно нажмет. Очень, очень непонятный пик Веника. Понятно, что это решили вообще Омега его брать. Можно какого-то мага взять. Ну, не мага, а герой, который как раз в магии убирает себя. Гель. Замедление. Лайфстильдер Джиггернаут. Вот, мне кажется, два варианта такие есть, самые... Самые понятные. То есть, они закрывают потенциально... Хотя, кого? Там, понятно, ты Урсу не возьмешь, какого-то милишника тебе брать в падлу. Ну, собственно, собирается Джиггернаут. Джиггернаут, который купит Мьелнер, который будет и против ЦК работать. Очень непонятный пик Веника. Обычный Веник пикается против кого-то. А тут получилось, что пикнули Веник Омега сами. Чтобы Горилла Спрайт могли закрыть героя. Не знаю. Я скажу так. Я в Веном Мансера часто, когда анализирую с кем-то драфты, я его часто вспоминаю. В ситуациях, когда ты прям берешь и понимаешь, что линию можно уничтожить. Но! Обычно! Вспоминая все игры, которые... Которые я смотрю, Веники страдают. Веники очень бедные. Венику очень тяжело влиться в игру. Здесь он будет с Гримстроуком. Ой, с Гримстроуком. Это ладно. Это понятно. Будет с Расперитом. Расперит, я думаю, может купить Вейл. И тогда вот этот магический урон весь может затесаться. Максимально круто. То есть у тебя драка будет где-то магией. Просто арба летит. Веник дает гель, дает поезо нову свою. Расперит под магнитайзем. Все это с Вейлом может быть тогда. Но в ответ мы ведь можем увидеть от Шторма от Профетки быстрые Блэкинбары вторым слотом. И в таком случае непонятно, за счет чего драфт Омеги-то силен будет. Короче, претензии только к Венику. Вместо Веника появился бы сейчас какой-то герой... Ну, тут не нужен особо был урон. Ой, урон, извините. Станы, станы, станов тут хватало. Ес, грим. Можно было под Еса придумать персонажа. Не было Дарксира. Окей, можно было взять... Не знаю, не знаешь, кого взять. Возьми Акса, например. Да, даже если сравнивать вот такие вот эти герои с Ядом, то есть Веник. Который, мне кажется, вполне себе как альтернатива. Ой, я уже первые 10 минут... Вайпер, Вайпер, конечно, вместо Веника. Мне кажется, альтернатива будет интереснее. Посмотрим, посмотрим. Сегодня, кроме второго дивизиона, а это второй дивизион, будут играться и первый. Первый. Один матч. Я, честно говоря, не знаю, начнется ли он, как написано в расписании. В расписании было, что он начнется в 22.00, но, видимо, уже его перенесли. Может быть, он начнется и попозже. Infamous против Апу King of Kings будут играть. Я не могу сказать, что этот матч самый интересный будет. С другой стороны, этот матч тоже не могу сказать, что... По тегнеймам интересный. Вот чисто с специфики доты посмотреть, убрать тегнеймы. Интересные драфты. То есть, интересно, как Омега смогут своего Веника разыграть. Так, автокамера можем, не знаю, глазами игрока поставить. У нас такая функция есть. Посмотреть, куда Виномарс рассмотрит. Но он явно мемасы не читает. Вот AirSpirit тоже не читает мемасы. АЦК явно в альтами. Ага, интересно, он пауз. Скажи, чипсы. Нет, с Акастером мы уже посмотрим после карты. Альтернатива. Форс сегодня заболел, но, видите, у меня на замену есть Акастер хотя бы на вебках. У нас целых 888 человек. Привет. Привет, ребят, добрый вечер. Так, ну, паузу бы хотелось бы уже отжать. Ну, ждем. Ждем тогда, пока по игре рассказать-то и нечего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok По пикам даже легкая Дега Орилл. Ну да, я согласен. Ну, окей, я не согласен. Там правильно кто-то написал, что если смогут прямо Омега по супер темпу разыграть. То есть там, представим, пак выходит мега сильный с мида. ЦК там покупает армлет, реально быстро начинает, там, не знаю, Сэнжин Яшу фармить или какой-нибудь другой предмет. Сэнжин Яша... Ну ладно, Сэнжин Яша здесь в плане статус резиста юзлесс. Ну, не важно, что он там купит. В самом деле, хоть бы КБ в термсталтон он возьмет. И в это время еще и веник отстоит линию. Весл там возьмет тайминговый, с зарядами будет. И они пойдут давить прямо. Они пойдут... И Рошана могут быстро забрать. Они очень могут круто драться. Тогда мэйби. У Джаггернаута в квике стоит БФ при том. Это не молния. То есть, если получится это все задавить, то, может быть, Джаггернаут в МБФ не успеет набрать там еще плюс два слота для победы. Да, места... Места под название команд все меньше остается. Но ничего. Вообще классно сидим. Посмотри пинг. А я не знаю, как пинг смотреть. Я боюсь, что я не про чем. По-моему, эту функцию... Ну, во-первых, мы в Dota TV. А во-вторых, по-моему, эту функцию убрали уже. Смотреть пинг. Потому что раньше можно было чекать пинг. Окей, не буду утверждать. Раньше... Раньше это очень давно. Можно было чекать пинг, и ты видел айпишник. Это была... Была проблема, которая создавала вот эти досы в году пятнадцатом, когда там каждый день... Ну, хотя, собственно... А что у нас сейчас происходит? Когда паузы постоянные, потому что кого-то досят, кто-то там айпишник спалил, или там, в Скорде, или в Скайпе тогда еще полили их. Продолжение следует... Классно смотрим доту, ребят. Ра, кто-то из комментаторов в чек. Не знаю. О! Ну, хотя бы мы знаем, что пак вернулся. Это мы точно знаем. Это прекрасная новость. Парни балуются. В Южной Америке, видимо, можно так побаловаться. Потому что я чувствую... Есть вероятность, что в регионе европейском или в китайском при такой надписи просто команда энерги может ливнуть и сказать, ну окей, гг, это гг, мы пошли нэк скатать. Начинается первая карта, наконец-то. Джип Райт против Омеги. Ну и пока вопросы-то возникают только к пику Веника. Веник это такой. Дрой со знаком вопрос. Ну что, под тег тим. Расперид решил выйти по размениваться. С ворума ДПшки напоследок и получилось сделать ФБ. Отличный старт для тройки. Команда Джип Райт. Так, давайте камеру плавненькую сделаем. Конечно, это не фасс боттл для шторма. Но зато для ДП сразу же брейсер. Брейсер 119 золота еще остается. И сразу же можно какой-то стик будет докупить после рун. Ну либо как тут еще один брейсер. Да, 760 КП уже такую ДП там через болт. И через инксвелл, да не факт, что ты убьешь. А вообще, комбинация, конечно, классная. Гримм плюс ТК. Это и дабл стан. По игре. Но это и на стадии линии. Инксвелл плюс болт. Можно стан продлевать. Три руны для Джип Райт. Очень крутое начало. Три руны. ВБ для Кора. Ну и вы идете на линии в ожидании, что сейчас вы этого веника еще и вынесете. Посмотрим, какой это будет веник. Весел, Весел. Ну, Весел здесь скорее нужен, да. Все же есть Дес Профит, есть Хелен Варт, очень много хила. И традиционно, именно, Мансеры покупают себе Спирит Весел этот. Атака на... Не знаю, на кого. Я думал на рейнджа, потом понял, что все же на Киперов Зелайта. Получилось неудачно. Да, Киперов Зелайт постоянно будет пушить. Но не стоит забывать об отводах. Вроде как ничего даже не заблочили здесь ребята вардами. Расперит идет блочить сам. Большой лагерь заблочен командой Джип Райт. То есть сейчас крипы просто не появятся на двух кемпах. Тяжело. Тяжело будет Расперита контролить. Скиперов Зелайт. Пока здесь тоже не особо полезен. Но для Джагера я не вижу пока никаких проблем. Опять же, в случае опасности, в случае нападения реального, но ты Блэйд Фьюри просто так и спамишь. Чтоб не было окна у противника. Ты видишь гель, нажимаешь Блэйд и там Расперит врывается. Наплевать. Через Сайленс играет. Но это ненадежно на данном этапе. Поэтому видится мне, что Джагер здесь при небольшом количестве топ-регена должен рефармить. Но пока и у Веника проблем я не наблюдаю. Зато на центре я смотрю, тут Шторм 9 крипов. Пока 6. Еще у Шторма тут 2 крипа не добитых. Он их обязательно добьет. Но правда и у Пака тоже. Небольшой перевес, но говорить об этом глупо. Хотя уже 1000 золота за команды Джипрайд. Уже. Натопится. Стики нажал, но он и без них жил. Но тяжело. Тяжело, да. Оказывается, ДП и тусик сами могут давить. Так, ну что. Наверное, пока такая самая потенциальная линия на фраге это топ. Я бы сказал, даже мид. Вот даже на миде где-то по карбу отдаст, чтобы крипа профармить. И тут Шторм может быть подловить. Момент, пока он правда играет без Вортекса. В этом случае шансов никаких. Но вот на топе кто-то умрет. Вот ЦК делает фраг. Умирает грим. Размен четверки на пятерку. Ну, два кора живут, да. ДП чувствует себя пока просто великолепно. Сейчас еще если крипов получится под тавром добить, это сделать не просто. У ДП такая неприятная тычка. Крипами получается там забрать и одного милишного. И что самое главное, рейнджа. 26 на 2. У Шторма на центре. 15 на 0 у Пака. Я ведь не сказал бы, что... Ну, настолько прям стоит Шторм на линии лучше. Мне кажется, такие герои... 50 на 50. Нет такого, что у Рома там доминация какая-то ощущается. С Брэндворсом тоже это ощущается. Да, я подумал, может быть лесные крипы. Но нет, нет. Это не только лесные крипы. Тем более лесные крипов тут еще и Шторм пытается забрать. А если Пак сейчас нажмет арбут, то непонятно чем для него это может закончиться. Он дает сайланс. Вортекс есть. Вортексом Шторм не дотягивается. О, на тоненького Пак, где сыграл. Все же сайланс был только первый. Там он действует всего... Ну, хотя 2 секунды. 2 секунды это не так уж и мало. Так, а я... Слушайте, а я не... Какой сделал? Так-то лучше. Так, ну что с Веноманстером? 1800. Нетворс. У Джаггера ситуация такая же. То есть... Ну, венику здесь, естественно, мешать никто не может. Если бы это был Лайн Джаггер плюс Грим, например, или даже плюс Туз двух команд восьми героев, то да. Ну, а Кипер взялает, он же, ну, он может задуть. Я люблю эту часть. В ромном счете, там больше ничего ты на линии не делаешь. Такого реально опасного. Поэтому ожидать, что Веник тут умирал бы по КД нельзя. Но вот не жмет Блэйд. Мне кажется, иногда есть смысл нажать Блэйд Фьюри уже и... И не тратить этот Хелинвард. Хелинвард второй? Ну ладно, второй Хелинвард. Тем более, этот вроде Коттл подходит, тоже подрегенится. Коттл, правда, реген этот не особо нужен. Он не так хуловый весь стоит. Ну и с Вардиком нужно быть аккуратнее, потому что работают Тотемы. У Веника и можно случайно зацепить. Вардом запидеть, он дорогой. Шторм, телепорт вниз. Такой ганг. Сразу же под чакру. Врыд на Веника. Веник есть, Манга будет ли давать? Манг гель не будет. Не будет. Кипер взялает, дает совершенно ненужный иллюминейт. И без него бы справились. Взял просто, застилил фраг. Забрал бы Джаггер, было бы шикарно. Забрал бы Шторм, было бы просто замечательно. В итоге Шторм зарабатывают прям копейки. 31 единица золота и 94 опыта. Больше потери. Да, ты убил Веника, если учитывать это, то классно. Но ситуация, сколько зарабатывал Шторм, то это прям совсем беда. Пака дает арбу. Пака, наверное, это все. Тайланд с дримку. Логан. Ну, окей. Шарды слишком хороши. Погоня может продолжиться или не продолжится. Мне кажется, Шторм мог лететь. Но решили, ребята, что не стоит. Хотя, почему бы и нет. Что, рун контроль? Сноубол. Сразу же Икс Вэлл. Руна Иллюзия оказывается снизу. Тусик жирноват. Стики есть. Стики нажал. Шторм рывает руны Иллюзий. По-моему, рановато. И у Пака нет больше кнопок. Он прячется. Еще одна чакра. Ну, вот как работает. Классно эта комба. Это пока еще там чакра второго уровня всего лишь. Дальше будет тяжелее. Это прям в драке будет происходить. Кажется, что все. Шторм уже в ловушке. Или ты уже в безопасности. Потому что за тобой дальше летит Шторм. Бац. Там заливается мана. Опять пауза от команды Омега. Ой, не команда Омега. Это уже Аджи Прайд. Ну, парни, давайте. Блин. Что ж такое? Почему так много пауз? Зато тут пришли смотреть. Или какую-то другую компьютерную. Вроде. КГ? КГ. Ой-ой-ой. Ошибается вена. Ну, Старк пока хорош. Я бы беспокоился по поводу ЦК. Единственное. Потому что у него все вроде как достаточно неплохо. Армлет почти готов. А, ну вот армлет голый. Прикольно. А где у него ботина? Брать? Ну, окей. Вроде как не особо для него это помеха. Правда, парни топ поддают, да? Уже. ДП сейчас накапает мана. Да, мана появляется. И поехали. Поехали. Экзорцизм. Башня падает очень быстро. Если ее вообще никак не дефать. Дусик готов забирать следующую пачку крипов и продолжать пуш. Ага, не только пуш. Хотят убивать. Ну, много времени тратит, конечно. Экзорцизм тратится. Надо быстрее возвращаться. Продолжать пуш. Параллельно кипер в зелайту убивают на тройке, которую он пошел контролить. Наличие стаков. Ну, проконтролил. Вард даже здесь поставил. Варды поставил. Но за Девард не успел. Посмотрим, смогут ли сами игроки Омега найти. Вижн противника попозже. Башни даже без экзорцизма продолжают падать. И... Но постараются отомстить. Да. ТП-шка 1180 кп. Ну, плюс ПТ на силу можно поставить. Наверное, не пойдет. Пойдет. У вас слишком много. Фантазм. Но непонятно, что сюда ЦК пришел. Какой-то странный колл. Дефить здесь нечего. Убить ТП-шку вы не можете. Поэтому... Разворот. ТП-шку вы не можете. Две тысячи. Команда Горелла Спрайт. То есть, пока все складывается просто по идеальному сценарию. Я даже не знаю, что может пойти не так. Типа, что у Веника все нормально. Ну, да. Да, окей. Все у него неплохо. С другой стороны, сравните Веник и ДП. Совершенно разный уровень. ТП-шка Юлл, правда, покупает. Но... О, с натяжкой там Болт летит. Сайлент Спака. Гель Вену. Р-Спирит. Снимайте эффекты негативные. Ладно, ладно. Хорошо. Юлл, наверное, не так уж и плохо. Учитывая, как много он снимает. Я к тому, что БКБ хочется все равно дальше покупать. А выбора нет. Ну, Юллчик за эти деньги. Учитывая, сколько он дает. Сайдем. Так, ну что, атака на Веника нет? Как-то она захлебнулась очень быстро. Хотя можно было бы продолжать под Блэйдом идти. Тысяча хп всего лишь у Веника. Транквилы были бы разбиты. Герой был бы. Чем медленнее убили бы. Или бы, я уверен, странно, что в какой-то момент Джаггер просто развернулся. Ох, как много она тузко тратит-то. Ну, убьет, конечно. Фраг для ЕСа. Пак пока только один фраг имеет. Ну, такая не суперактивная игра. Хоть 8 фрагов. Я просто вспоминаю Южную Америку. Здесь бывало намного активнее дона. Намного. Чат мертв, потому что все сможет абсолютно правильно. Я, честно говоря, даже когда сам игры смотрю, я в чат там очень редко пишу что-то. Зачем мне писать в чат? Только если какой-то момент прям очень-очень-очень эпичный или наоборот Амега Лу, тогда можно написать. Ну что, минус мид. Минус топ. За последние 11 минут игры. Врыв на Грима. Грим тоже умирает. Ну, прям по всей карте душит. И у тебя вроде два кора играют очень активно. У тебя есть джаггер, которому дают пространство. Ну, просто идеальная игра даже для того же джаггера. Ну, просто фарми, дружище. Просто купи там бэвчик. И вот как раз умную Сэнжин Яшу прекрасно будут заходить. Там может быть не самый такой популярный предмет на джаггера. Но здесь статус резист это просто идеальная штука. Реально статус резист. Лучше и не придумать. Шторм орхид. Да, да. Для пака это проблема будет. Да и не только пак подготовится, а вот саппорты. О, Эрспирит решил вообще покупать сам Юл. Ну, вот это я оцениваю как плохая идея. Ой, мишка эгоистичный предмет. Вот реально, как ты импакты с ним выдашь? Вот купить Вейл, я понимаю импакт. Учитывая количество магов. Странно. Мне не нравится идея купить. Мне кажется, это предмет, который для Эрспирита полезен. Но для команды можно было найти намного полезнее. Так, ну что, Веника ловят. Идеальные шарды. Сайлант, чтобы он там даже не думал гель нажимать. Нажимает ульт. Нажимает ульт. Нажимает гель. Команда пытается подойти помочь. Понимает ли Джипрайт, что сейчас, возможно, атака. Врывается на ДПшку. Она поднимает себя Бьюл. Тусик не может помочь. И ДПшку тоже убивают. Вот это да. Снимает стрик. Очень жестко пропался по золоту паку. Он вырывается резко на первую позицию. И получается, что кнопки от Веника напоследок это все было не зря. Вот он все нажал, что мог, и это сработало. И все, что копили Джипрайтом долгие минуты. И вот эти 13 минут игры, они все растеряли буквально за одну такую очень нелепую драку и за мощный стрик. Джаггер. Почти с БФом. Хорошие тайминги. Хотя по Натворце вы можете сказать, да блин, а что у него так мало? Но на самом деле нормально. 14 минута. ПТ. Миндлейс. Мэджик Вонт. И БФ. Нормально. Нормальные тайминги. Никаких особо вопросов нет. Сейчас у Джаггеров арм ускорится. И потом где-то в лейтгейме получится бороться с иллюзиями ЦК. Где-то в лейтгейме. Да, не сейчас, конечно. Там надо, чтобы у Джаггера прям урон был хорош. Ну, смотрите, Сэнжин Яша с Кади. Наверное, где-то блинкут после этого. Как-то так я вижу развитие Джаггернаута. Но Сэнжин Яша дальше, несомненно. Несомненно. Без статуса резиста я боюсь, что Джаггеру будет тяжело. Шторм ломает Дрим Койл. Дрим Койл уже второй. Сайланс на Шторме все еще висит. Возвращает ЦК назад Шторма. Шторма убили. Сойлбайн по ДП и по Туску. Туск в Сайлансе. Станы по двоим прилетели. Рифт по двоим. ЦК пока вынужден отступить. Все-таки стики в ГД Армлет переобузить не получится. И команда Омега делает трипл килл. Вот так вот. Я говорил. Казалось бы, что Джебрайт может остановить после такого старта. Но их останавливают уже второй раз подряд. Может быть то, что Джаггернаут не вступает в игру. Манта. Манта. Ну, типа Сайланс. Но я сказал, статус рези здесь намного важнее, чем иллюзии и возможность сбросить в себя некоторые негативные эффекты. Мне кажется, мне видится это достаточно спорным решением. Ну, посмотрим, как оно выйдет. Пока Джаггернаут это в игре просто нет. Пусть чем угодно придет уже. Поможет своей команде. Заюлилипака. Заюлил он себя, извините. И на арбе улетает. Красавчик. Так, это очень такой простой способ уйти без шансов для противника. Но почему-то многие пакеты не используют. Нажать арбум, мгновенный юл, и ты по таймингу им успеваешь приземлиться и улететь в точку B. Так, ну продолжают омега давить. Продолжают. Они решили сами поиграть. Как мы обсуждали на травте, что они могут прям давить, душить, не останавливаясь. Но учитывая такое начало, Уджи Прайд положительное. Казалось, что они смогут этот напор остановить, пока не готовы к этому. Пока... И Джаггер говорит, парни, ну я не могу играть прям в доту, как ЦК. Я не могу врываться, идти просто по кулдауну. Блэд Фьюри. Нужно фармить. А ЦК это герой не такой, вот с его билдом. Сабли и армлет. Но он, естественно, готов драться, ну, постоянно даже без фантазма. С фантазмом так вообще великолепно. Врыв отъезд, она кипер взяла, и кипер взяла, и тут просто взрывает его. Очень классная комба под Ингсвелл врываться распириту, а не только ЦК, и не только паку. Саппорты могут сыграться. Ну и пока у нас небольшой перерыв в игре. Напомню, что партнером нашей трансляции является компания Винлайн. Наши кореша, компания Винлайн. Вы можете сделать ставки на сайте Винлайн и получить бонус 2000 рублей. Подробности по трансляции. Заглядывайте, там баннеры. Им очень просто изучайте. 2000 за Омега. 2000 это тоже немного, конечно. Мы понимаем, что 2000 за Джебрайт были, и они отдали это за минуту. Одна драка, где не так много было потерь. Поэтому история, я думаю, может повториться. Интересный ход. Экзорцизм здесь явно бы не помешал. Я не знаю, есть ли смысл жалеть его. Скан от Омеги пока не использован. Он доступен. Экзорцизм пошел. Ну да, без экзорцизма. Это опасно. Стоять там 40 секунд, пожалеть один ультимейт, чтобы не успеть добить Рошана. А так гарантированно ты забираешь Рошана. Аегис для Шторма. Давайте по предметам пройдемся. Кипер Залай дофармливает Глимер. Дис Профит почти с БКБ. Пока вот получилось, что Юл не сыграл. Так, как ожидалось. Все же ты после Юла выходишь, и тебя там все равно станет. Тебе закрывает Рим Койлом, и как-то тяжело. Одного Юла не хватает. Слишком много там кнопок с небольшим кулдауном. Тебе проспамят так, что одного Юла просто не хватает. Эр Спирит полетел. Дипрайт просто пытается отступить. Джаггер Блэдфьюлить Телепорт. Но Блэдфьюри Телепорт узко нажать не может. Дис Профит тоже подставляется. Но да, все же Юл оказался... Может быть, это... Может быть, это даже ключевая ошибка. Которая и приводит к тому, что он начинает немного Джебрайт теряться. Им становится тяжелее. Потому что ДП получила самый мощный буст на карте в начале. И купив Банаблэкинг Бар... Видите, ну я вот комментатор, я мог сказать, что Юл вроде как не так плохо звучит. По тем-тем-тем причинам. Но оказалось, что Юл-то, если вот прям сейчас оценить ситуацию... Он не спасает. В драке 5 на 5 от Юл-а 0 импакта. А ты задерживаешь свой Блэкинг Бар. А учитывая, что еще ДП начала умирать... Умирать, БКБ нет до сих пор. А уже 20-ая минута игры идет. Крим. Сайланс. На Кипер оф Зелайта. Солбайн. Дабл Юл. Дримкоила нет. Ну ничего, ничего. Да ладно, отпустит что ли? Ну, в принципе, Пак мог еще раз за Юлить. Он не слэш на Крима, а там стили. Ну, ладно, тут такая драка была без ЦК. Если бы ЦК был бы, он там подошел бы... Размазал бы на части. Улетает Бак с этой драки. И отступают игроки Омега. С Т1 забрать они не успели. ЦК зато снизу пофармил. Манты у Джиггернаута. Ну, да. Манты БФ. Ну, наверное, вот с этими предметами уже... Можно думать о том, что Джиггернаут готов потихонечку появляться в игре. Манты мне не нравится, я уже объяснил. Но посмотрим. Зачем делать преждевременные выводы? Возможно, в этой игре окажется, что Манта прям как в литую зашла. Ведь с Юлом получилось неудачно. Хотя, как говорю, аналитика моя была, что Юл хорош. А он оказался плох. А вот на Джаггере мы посмотрим. Потому что 1-0-1, наверное, это самый неактивный герой на карте. Да, тут у всех стата там, ну, хотя бы смерти какие-то есть. В отличие от Джаггера, который играет и без смертей, но и практически без фрагов. Атака на пока. Панчо, очень быстро убили. Жесть, он прям в полете был убийцей. Кан нажимает БКБ. И оказывается, что Кипер взял это убить не получается. Стан уже потрачен в Death Profit, который нажимает БКБ. Как же проще стало, как только у Профетки появляется БКБ. Насколько проще стало играть в эту компьютерную игру. Потому что Профетка становится неубиваемой. Шторм опасно влетел, но он с Аэгиса может себе позволить такую наглость. Так, влететь. Убивать его было невыгодно там совершенно. Да, и тратить веник у Тиммейт было бы немножко странно. ДИНАМИТ 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 да я успел улететь что по остальным dream coil закрывает кипер взяла это туск очень грамота ломает рим фэлл быстро но похоже отпускать его намерены посмотрим у нас нау поле не хватает блин дайгером бедного от конечно туск вообще денег то и нет раз бы был блин дайгер может быть и получилось пропадает аегис преимущество за командой омега 3000 золото а вроде как ситуацию контролит ребята 6 перри команды горилла спрайт на до сих пор не вступил в активную фазу игры его просто не 24 минута уже идет или продолжает парами но это плохой знак что омега в ситуации когда ты играешься откровенно формате 5 на 4 вы не можете там не знаю сломать все внешние строение он даже на хайграунд заходить артефакты появляются на ребята по карте вообще не продвигаются на месте стоят и я бы сказал что даже для горилла спрайта эта ситуация выгодно что-то к джаггер может фармить данная башня появляется новый глиф угорела спрайт и горилла спать выходит смог пока вчетвером погоня за паком пока закончились кнопки успеете он нажать хоть что-то нет юла нет поэтому для пока похоже все закончится да для него все заканчивается джаггернаут подошел в эту драку но не успел сделать ни одного удара бедняга но может быть у нее еще будет момент он может выйти дать умный слэш например веник ультимейт уже отдал блэдфьюри от джаггернаута джаггернаут раскручивается ес ес отступает умный слэш остается можно выдать в грима подняли джаггера в юл джаггер уже не понимает куда ему бежать бедняга нао но это фраг на паке это фраг на паке несомненно это уже хорошее начало траки для горел спрайт но на этом она и завершается видимо больше ничего не будет экзорцизм завершается башня на центре упала на 900 хп шторм решил просто агонимных слотом выформить ну да да почему и нет ладно почему бы нет он мог взять и арстатов других там шиву например это же очень хороша все же есть еще ck который очень больно бьет ручками из броней можно было бы решить вопрос ну цыгане вам араску цико играют в акари на 0 300 крипов у джаггернаута 208 278 у цико вот такая знаете игра скучновато я бы сказал вроде кто скажет да ё-моё лекс что ты жалуешься 24 фрага за 26 минут по скучная игра action очень мало то есть мы понимаем когда у двух керри не особо то и статистика такая грозная 101 против 205 то есть очень мало керри убивают перри почти в игре не участвуют не слэш нет вы мы ждали явно так много времени джаггер в клеймере там просто посмотрите сколько негативных эффектов висит на него нажимает одну кнопку и снимает тебя практически все ну кроме ультимейк который сбросить пока нельзя или вард работает регион идет и джаггер вот таким количеством отрицательных эффектов все равно не умирает да ну вот поэтому это был хороший пик либо взять джаггернаута либо забанить либо взять лайфстиллер а почему не забанили эти двух героев че ты на и джаггер хорош еще один фраг сделал на своем тиммете хотите взять вот такой пик по факту магический забаньте вы двух героев которые ну хотя ладно опять же что за логика ниже возьмут любого там керри он купит бкб и ситуация повторится это не совсем разумно просто тут удобно что-то берешь героя которым пока вы вообще покупать не нужно его не страдает от магии ну вот так вот очень важная драка была 2 рашан падает неужели будут его дефит неужели пак да пак уже выкладывают потол готов прыгать пак нужно прыгать а ей все же для джаггернаута и пак возможно не да он похоже не уйдет смотрите кнопки в кд и сайланс нажимаете риф погоне дальше у тузка только сейчас после этой драки появляется деньги на блин к очень бедный саппорт четверка казалось бы на кипер взяла это кипер взяла это стабильный герой который может крипов бить и много фармить шторм с агонимом уже уже но и джаггернаут с бабочкой 2200 у него еще и в запасе есть денюшек кто-то по остальными героем дпшка как раз у нее предметы перестали появляться вообще но дп это уже не центральная фигура все забыли тп свою роль исполнила в early game и молодец теперь вперед шторм вперед джаггер я бы сказал вперед еще и у два саппорта что туск который теперь исполняет уже новую функцию сейвера на кипер взялает там посмотрите не совсем много денег до покупки агонима туск готов прыгать пока прыгает дпшка туск ой бкб телепорт жать нельзя да и не получится его нажать шарды сразу же тримкойл на развороте шторм полетел вортекс по двоим там блокинг бары были активированы панч по цк умный слэш следом урона очень много от джаггера и от шторма и минус 3 сразу же делают горилла спрайт туск живет ой больно очень но нормально справится усик и убьет в яд веника теряет контроль команда омега теряют контроль они уже вторую драку подряд сливают крупно да и даже аэгис выбить не получилось и джаггернаут уже становится намного опаснее чем цк мы видим цк не боятся цк уже вроде и талант взял на риф сквозь бкб но этого не хватает пока что шторм с агонимом беда проблема потому что блокинг бар у вас по сути один только ну да веник тоже уже теряется согласитесь вроде как то он нажимает гель нажимает ульт был бы с еще и агоним с этим всем я бы сказал да это урон он конечно опасен но за счет того что ультимейт только 2 агонима нет работает драки хилинвард урон нивелируется в принципе пофиг реально урон от максимального здоровья от 85 базовый 30 ну так вард получается выхиливает больше ну да да то есть ты под вардом вообще паришься конкретно а веника ну вард конечно можно очень быстро потерять это понятно в целом вы понимаете я думаю что не так уж и страшно и так уж и страшно этот веник как про него говорят климер кейп этого хватает нажимается бкб сразу же вортакс на цк цк очень неудачно ворвался сама надеяно ну и от уже его никто не отпустит там еще и паши срабатывают шторм летит дальше вортекс через три секунды откатиться можно лететь можно цеплять пока шторм испугался да там все таки пак вернулся ловит баш вортекса нет так что может быть пак уйдет пока вступает 120 пф и шифт нажал но поет недалеко больше нажать уже ничего просто не успел летит этот шторм уже под т3 и тут он готов и 1 и 2 в дабл вортекс сайланс веном ансара и омега расклеиваются на этой карте я напомню что по мнению бедлайна у них был коэффициент немного ниже чем на команду горилла спайд но фаворита здесь реально то и нет говорит в этом матче реальный нет и насколько же важна эта игра победитель просто кайфу остается во втором дивизионе в 3 летний тур о команда которая проиграет придется и выходить на переигровки в случае поражения еще и перегровках вылетать со второго дивизиона и потом открытый квала это все это вы короче ставки высокие для команд которые потенциально среднички 2 дивизиона так но пока никаких г хотя так это уже не похоже чтобы корилл спрайт отступать собираются джаггера огоним не знаю почему вместо потоке почту переложить давным-давно бы это сделал ждал пока пропадает айгис айгис пропал джаггер летит дальше страшновато нет не страшновато вот так вот оставаться то одному джиггер нау пошел он не слэш перепрыгивает мне кажется даже выгодно или мир дрим койл дабл vortex вилу весь бог как же много контроля даже такого героя как паку ничего не может сделать и это гг первая карта за командой горилла спрайт поздравляем ребят но не то что на тоненького просто я вот испугался когда 5 10 минута джаггернаута в игре все нет и нет и наверно уже пора появляться он появился команда смогла сдержать натиск и омега гейминг я бы сказал сыграли со своим вина монстром рискнули и риск не оправдался в какой-то момент вина монстр просто по игре ну по-моему потерялся просто герой стал такой полу полезный мне кажется купил bear spirit whale тоже было бы поинтереснее вот как-то сыграть на фулл магию пока там не было массовых блэкинг баров ну 2 бкб плюс блэд фьюри и горилла спрайт побеждает но тяжело говорит что горилла спрайт после этой карты сильнее и все такое нет я думаю что даже при таких же драфтах возможно сыграв бы команда там еще одну такую же карту уже бы горилла спрайт слили бы матч точнее одну игру окей мы уйдем на паузу да мы выведем на паузу и через минуток 15 на 4 5 драфт одной из команд ну короче под окончание драфта я вернусь пока возьмите кофе чай чего-нибудь вкусное и у вас здесь далеко не уходите а